Всем привет дорогие друзья и гости канала, с вами вновь Павел или Павлюч71Рус в игре Фарминг Симулятор 17. Нахожусь я на карте Анискина карта от Игоря Емельянова, ну и продолжаю здесь развивать виртуальное сельское хозяйство. Сегодня у нас продолжается упорочная, как вы возможно помните, возможно вы смотрели, в прошлой серии мы убирали восьмое поле с рапсом. Третье и седьмое поле с соевыми бобами. Сегодня за эту, так скажем, серию, за эту часть уборочной, я думаю, что у нас получится убрать все остальные наши поля, а именно первое и второе с азимами, пшеницей и ячменем. А также десятое и одиннадцатое поле, на котором у нас кукуруза, а также, что у нас там еще-то я уже забыл, а также подсолнухи. Так что вот такие планы на сегодняшнюю серию. Как вы можете заметить, здесь на территории мегтвора у нас нету грузовиков, грузовики стоят на таку. Они сейчас чуть попозже, ну там подъедут сразу на поле. Так, первоначально поедем убирать, как я уже, может быть, в начале сказал, а может быть упустил этот момент. Первоначально мы поедем убирать первое и второе поле, то есть пшеницей и ячменем. Так, что еще? Давайте я сделаю такой обзорчик небольших обновок. Потратил немножко денежек, съездил, купил проблесковый маяк на наш комбайн Нива. Давайте я заберусь, покажу вам. Ох, куда мне залезть? Вот, поставили, в общем, проблесковый маяк, потому что без него было достаточно тяжко. Вот, теперь будем работать с ним. Ну и также был куплен огнетушитель на комбайн, потому что огнетушителя не было у нас. Такой же огнетушитель был куплен и повешен в Енисей. Вот он там висит внутри в кабине, сейчас я вам покажу. Вон он его видно. Вот, а также на Енисей было куплено и установлено дополнительное освещение, так как на нем, как бы на Ниве видите фар, там много дополнительного освещения. А на Енисеи не было ни одной фары дополнительного освещения, только фронтальный ближний дальний свет. Вот, теперь установлены фары дополнительного освещения, диодные. Вон одна, вот на вторая. вот такого в общем типа фары давайте я вот заберусь сюда, покажу вам вот такие вот фары дополнительного освещения так, это вторая и вон там наверху третья то есть, чтобы можно было работать в ночную смену возможно мы их сегодня затестим потому что полей у нас много и вечером, когда поедем убирать подсолнуху и кукурузу возможно мы их затестим, посмотрим насколько поздно мы будем убирать данные поля 10 и 11 так, ну а сейчас в общем запускаемся и отправляемся продолжать уборочную я же знаю, что вам больше всего нравится смотреть уборочную все, ключ на старт так, мы запустились выезжаем и выдвигаемся туда на поле с нами опять работают два трактора ну как работают стоят на стрельне в случае каких-то непредвиденных ситуаций связанных с пожароопасностью трактор с плугом и трактор с бочкой с водой я сегодня работаю на комбане Нива как вы уже могли обратить внимание вот и буду убирать ячмень на нашем вот в этом маленьком поле вот алексей алексеевич на комбайне енисей 1200 будет работать на поле которое у нас побольше с пшеницей так, приступаем запускаем комбайн все вроде работает пойдем посмотрим все вращается молодилка работает жатка работает барабан крутится так, ну и погнали так, пошел дело урожайность должна быть хорошая что я на ячмене что на пшенице так что посмотрим сколько мы вывезем с этих наших маленьких полей данных культур указанных выше на наш ток так, ну а сейчас надо пройти вот с этого края вернуться опять же назад этим краем сделать разворотную возле дороги и потом уже тогда как-то ходить пробовать длинные воды иду уже назад и в бункере там блин примерно уже две тысячи литров есть так что урожайность реально классная причем смотрите как быстро набирается бункер круто очень круто так теперь надо вот здесь пройти от дороги разворотку потом пойдем с того края ну и как-то вот так вот убираю бункер практически полный так, набрал давайте разгружаться подъехал Николай Николаевич так, сейчас я встану чуть-чуть получше близко подъехал вот пошло дело там Алексей Алексеевич тоже уже разгрузился взяла так панели ну и в общем сейчас пройду по кругу еще в ту сторону вот а потом как обычно буду отбивать треугольник с той стороны поля ну кто смотрел прошлую уборочную возможно помнит как я это делал потому что та сторона у нас неровная там у нас вот этот угол кто им к стелле хотелось бы в общем там сделать все красиво переехал я на этот уголок то есть сейчас по прямой пройду и потом уже вот этот угол буду убирать так на том поле там успехи хорошие на 1,5 уже убрано пшенички я же здесь убираю ячмень ну один бункер пока только высыпали так а что мне хватит дойти да должно мне хватить дойти на того края поля и там мы как раз выгрузим второй бункер что-то погода так испортилась как бы блин дождик не пошел просто вот видите прям что-то тучи налетели вот но синоптики вроде как не передавали дождя а то это будет конечно очень эпично да выхали на уборку и попали под дождь но я надеюсь обойдется не хотелось бы но погода блин портится будем наблюдать дальше как это дело пойдет но конечно не хотелось бы попасть так еще одна разгрузка так как с той стороны успехи уже тоже прилично прошел Иван Иванович газует на тракторе ЛТЗ 155 Иван Иванович у нас газует на восьмое поле ну на новое поле которое было куплено в этом сезоне вот зачем он туда едет потому что это поле требует вспашки в этом сезоне ну в следующем сезоне и я решил отправить его под зиму в общем пахать поэтому он погнал так разворачиваемся также у нас по моему требует вспашки вот это именно поле которое мы сейчас с вами убираем так что его нужно будет тоже пахать ну я думаю сейчас мы его уберем и я там получается Сан Саныча попрошу здесь вот на МТЗ который стоит с полгом сразу начать его пахать ну сколько он сможет успеть сегодня там в принципе у нас еще целый месяц там на зимы вот может быть завтра еще они выйдут пахать на сегодня пока в общем работаем нужно успеть сделать много за сегодняшний день то есть убрать весь урожай и хоть какими-то полевыми работами позаниматься по обработке почвы ну а именно спахать те поля которые у нас получается пахать не нужно в этом сезоне хорошо бы задисковать но у нас на данный момент нету ни одного дисковщика хорошего ну и так дисковой бараны какой-нибудь вот а культивировать как в прошлом сезоне тоже что-то наверное будет неправильно поэтому наверное к следующему сезону поищу на разных сайтах ну посмотрим конечно сколько мы диджат заработаем с продажей всего этого урожая поищу на разных сайтах у разных дилеров может быть что-то бэушное где-нибудь посмотрим на сайтах по продаже бэушной техники вот поищем какие-нибудь дискаторы для нашей техники как-то так срочно требуется ячмень круто так срочно требуется ячмень а что мы имеем по ячменю товарный склад кстати цена такая ну хорошая я бы даже сказал такая же как на жид станцию но ячменя мы пока привезли только 6000 вот в общем вывезем весь ячмень сначала на ток а после тогда как мы уберем вот эти поля отправлю одну из машин вывозить ячмень с тока на товарный склад а другая машина пойдет со мной убирать поля 10 и 11 которые с кукурузой и с подсобнухом в общем вот такие планы пока продолжаем работать так ну а я тем временем убрал видите треугольник теперь ходим в длинный вгон ну тут немножко вроходов осталось и это поле будет убрано поле с пшеницей тоже убрано где-то уже наполовину у меня практически полный бункер так сейчас подъедет у нас газончик и мы будем в него разгружаться разгружаемся ну и погнали далее еще бункер набрал давайте разгружаться как видите сам сам чужих приступил к пахоте поля нечего простаивать я считаю тем более он до меня еще долго не дойдет там захват на трехкорпусном полге маленький ну пусть в общем работает не тратит время так там уже тоже больше половины убрано с той стороны так что продолжаем работать убирать и убирать урожай так угружаем остатки никого погнал комбайн так ну и мы сейчас тоже разгрузим обгоняем комбайн и получается берем с вами комбайн Енисей перецепляем на нем жатку вот и уже на нем отправляемся на 10 и на 11 поле так складываем шнек подгоняем комбайн в него на базу моем этот комбайн больше не будет использоваться в этом сезоне вот ну а также сейчас отправлю водителя на газоне возить наш ячмень по спросу на продажу на товарный склад вот перецепили в общем жатку мы отправляемся с вами на 10 11 поле убирать кукурузу и подсолнух так смотрите значит на 8 поле у нас Иван Иванович вот уже сколько вспахал получается Сан Саныч на 2 вспахал чуть-чуть меньше видите он там треугольник ходит так что еще хотел я вам показать я хотел вам показать уровень заполнения то есть смотрите пшеницы мы с вами убрали именно с первого поля 30 тысяч 954 литра ячменя убрали со второго поля 25 тысяч 404 литра вот именно вот этот весь ячмень у нас сейчас будет вывезен на товарный склад по спросу по 662 евро за куб ну а мы с вами отправляемся на поле номер 11 и 10 первоначально будем убирать кукурузу потому что у нас сейчас комбайн настроен на кукурузу ну а как уберем кукурузу уже перенастроим его на уборку подсолнуха прям там на месте поехали здесь вот он стоит наш огнетушитель новый в кабине одинаковый что в комбайне Нива что здесь в комбайне Енисей ну мы добрались так запускаем комбайн запускаем сжатку так все вроде работает так приехал ко мне зил а так же трактор с пожарной бочкой ну погнали резать потихонечку главное нам не пропускать сейчас здесь разворотную от деревьев отобью потом уже с той стороны от забора тоже на угол пойду отобью урожайность кстати тоже классная на кукурузе потом посмотрим какая еще будет урожайность на подсолнухе ну там конечно будет поменьше урожайность там будет примерно равна урожайность рапсу или соевым бобам примерно такая я думаю мы пока продолжаем убирать сейчас в общем пойду еще по стеночке в ту сторону вот так наверное буду ходить по стеночке то есть гон у меня будет вот именно по стеночке вот под таким углом по стеночке до первый бункер кукурузы давайте будем разгружать так, ну машина сейчас сразу пойдет на ток разгружаться, потому что ему нет смысла стоять ждать, пока я наберу еще в кузов вмещается 6000 литров, сейчас в нем 4500, то есть стоять ждать нет никакого смысла так, погнали дальше набирать кукурузу так, набрал еще один бункер разгружаемся ну и в общем, пока я здесь убираю уважай кукурузы как вы видите, был вывезен полностью на продажу по спросу ячмень то есть, вот видите, у нас 0 здесь кукурузы, кстати, уже было вывезено две машины на ток как вы можете заметить так, ну давайте посмотрим сколько мы с вами заработали с продажи урожая так, вот продажи урожая то есть, мы продали по спросу наш, получается ячмень на 16300 ой, 831 831 евро вот так вот 16831 евро так, ну и в общем продолжаем пока здесь заниматься уборочной так, убираем шнек время, как вы видите 7 час уже так, ну а я здесь продолжаю нам еще тут прилично убирать ну ничего не поделать надо за сегодня убрать потому что завтра завтрашнего дня там у нас передают дожди так погнали время 9 вечера продолжаем убирать кукурузу там был красивый закат который уже спрятался за горой ну темнеет короче, ребят темнеет но все равно поле с подсолнухом надо тоже сегодня убрать так погнали дальше время уже 9 вечера убрали мы как вы видите поле с кукурузой так машина пошла сейчас он отвезет и мы тогда с вами посмотрим сколько получилось сейчас выгрузят последнюю машину и тогда уже будут точные результаты так так ну а мы с вами переезжаем на уборку подсолнуха так включаем комбайн уже сейчас чуть-чуть подкрутили подстроили под подсолнух комбайн ну и погнали только пропускать наверное не стоит да потому что даже каждая семечка на счету погнали темно конечно уже но пока даже с обычным ближним светом фар в принципе работать можно видно то есть вот прям в принципе видно да где косим и где едем так вернулся у нас зил так ну и здесь урожайность я вам скажу поменьше потому что вот я прошел уже 4 прохода ну и мне я так думаю что на 5 проход тоже хватит вот давайте мы с вами посмотрим сколько у нас там получается привезли мои кукурузы на ток давайте я остановлюсь и мы с вами посмотрим так итого у нас получилось кукурузы 32 302 литра так продолжаем работать вот кстати время получается без 20 10 ночи и наши трактористы закончили пахать поля которые они пахали там еще в спашке нуждается третье маленькое поле но это возможно завтра завтра будет с пахота за кадром но пока продолжаем работать здесь на уборке уже заковариваюсь на уборке подсолнуха понимаете весь день в работе усталость она ну дает свои результаты но сегодня надо убрать в любом случае у нас есть еще одна проблема у нас мало топлива в баке можете посмотреть на датчик но когда он показывает столько это примерно на глаз 80 литров у нас есть то есть я думаю что это пульты мы уберем без дозаправки так первый бункер ну вот смотрите сколько я прошел так наверное пора включать дополнительный свет вот так вот выглядит наш дополнительный свет потому что мне допустим уже не видно куда я высыпаю так складываем шнек ну и вот так вот он светит с кабины то есть вот смотрите я его выключаю вот я его включаю ну и давайте будем работать с дополнительным нашим установленным освещением то есть то есть вот так вот без него вот так вот с ним потому что уже стемнело так значительно нет так ну вот 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 12 часов ночи Осталось немножко убрать То есть большую часть поля мы уже убрали В общем, как уберу до конца Так мы с вами увидимся Я вам покажу, сколько у нас получилось урожая в этом сезоне Так, все, уборка урожая окончена Время 0.26 Возвращаюсь на территорию мер двора Ставлю комбайн и еду отдыхать Фух, это было, конечно, нелегко Но мы это сделали Топливо, как видите, осталось 30 литров Но до территории-то базы я доеду Но комбайн надо будет обслуживать Мыть и ставить на хранение Так, сейчас доеду Покажу вам Давайте мы машину пропустим, которая заделит Покажу вам, сколько у нас получилось собрать урожая Так, все, еще есть, еще есть одно Сколько у нас получилось собрать урожая Подсолнуха С этого 11-го поля Комбайн на месте Завтра его надо будет помыть Ну, а я отправляюсь домой отдыхать Так, давайте я вам покажу В общем, получается Семечек мы набрали 23 759 литров Ну, и вот такие у нас получаются результаты Кроме ячменя Потому что мы его сразу Продали по большому спросу На товарный склад Вот, картинка как бы перед вами На этом, в общем, все Спасибо, что смотрели данную серию А я на этом с вами прощаюсь Пишите комментарии Смотрите другие ролики на моем канале Всем удачи, всем пока Ну, и до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok